Здравствуйте! На общественном совете 2019 год назвали не иначе, как фундаментальным для реализации будущих проектов Росатома по очистке страны от промышленных отходов. Первые изменения уже произошли в нормативной базе, и в ближайшее время они начнутся в реальной жизни. Теперь о том, что же такое промышленные отходы первого-второго класса. Они практически не перерабатываются в естественных условиях. Отходы есть в быту – батарейки, ртутные термометры, люминесцентные лампы, но больше всего их в промышленности. Это соли мышьяка, отходы нефтепродуктов и так далее. Вот как это выглядит в жизни. Это несанкционированная свалка в городе Дзержинске Нижегородской области. Сегодня без отходов никуда. Они образуются каждый год, а утилизируют лишь полтора процента от общей массы. При участии Росатома можно будет перерабатывать все объемы. Это сотни тысяч тонн в год. Для этого нам нужно будет создать семь крупных комплексов. Четыре из них уже есть. Это комплексы, на которых до 2017 года уничтожали химическое оружие. А еще три придется строить заново. В результате Росатом создаст новую подотрасль. Все работы проводят с участием общественности. Обычные жители уже сейчас могут позвонить на горячую телефонную линию и задать интересующие вопросы. Затем смогут сами контролировать экологическую безопасность. Законом у нас предусмотрено проведение общественной экологической экспертизы. Соответственно, любая общественная организация, согласно установленной процедуре, может податься на такую экспертизу. Мы к ней готовы практически по всем объектам Росатома, Росрау. Такие экспертизы там неоднократно проводились. Мы считаем, что очень правильный этот подход, потому что он позволяет учесть многие нюансы для того, чтобы при эксплуатации объект был максимально безопасен. Экологи и общественники в регионах, где появится комплекс, уже наладили взаимодействие с Росатомом. У нас на базе общественной палаты создана рабочая группа, которую я возглавляю как раз по перепрофилированию завода в Камбарке. И взаимодействие с Росатомом, с Росрау у нас налажено очень хорошо. То есть те все обращения, которые население мне на информационных встречах, которые я провожу еженедельно в Камбарке, я направляю в Росрау, и они в оперативном порядке мне отвечают на все вопросы, которые задает население. Даже если эти вопросы дублируются, различными способами переделываются, они все равно отвечают. То есть налажено, можно сказать, такое беспрецедентное сотрудничество, открытое со стороны Росрау вообще по этому вопросу. Все семь заводов начнут работать до конца 2024 года. И вот тогда в современной России наконец-то начнут избавляться от неприятного наследия.